Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Смотрите выпуски. Пока их шесть, сегодня документы в комиссию по выборам мэра подал кандидат от ЛДПР. Травят ли их детей конфетами со странным содержимым? Барновольские родители в шоке от видео, которое распространяют в школьных группах. Пока не замерзнет, горожане жалуются. Троллейбус с 7 маршрута приходится ждать по часу. Шестой по счету Алексей Скосырский подал документы в комиссию по выборам мэра Барнаула. Кандидат от либерал-демократов заявил о своем участии в выборах главы города еще в начале декабря. Вторым, но кажется последним, завершил всю необходимую процедуру. Завтра прием документов уже заканчивается. Стоит сказать, что Скосырский переживал, успеет ли в двухнедельный срок собрать все необходимые бумаги. Сейчас он и его команда занимается проработкой программы. По словам кандидата, один из акцентов он будет делать на развитие сельхозперерабатывающих предприятий, чем Барнаул и славился в начале своей истории. Скосырский считает, что нужно развивать углубленную переработку, например, твердых сортов пшеницы или молока. Вокруг Барнаула. У нас же очень много осталось вот этого наследия после 90-х, брошенные заводы. Барнаул у нас, он сам по себе промышленный центр остался. Все это можно логистически привезти сюда. И здесь у нас основные люди, которые могли бы это, ну естественно, и приезжие инвесторы, но все равно это все здесь, это вокруг центра. По мнению Скосырского, главная борьба кандидатов развернется вокруг вопроса поиска денег для всех этих преобразований. Откуда он предполагает их брать, раскрывать не стал. Напомню, за день до закрытия подачи документов в Барнауле зарегистрировано 6 кандидатов в мэр. У мам и пап Барнаула появилась новая фобия – ядовитые конфеты, после которых ребенок становится овощем. В родительских группах им предоставляют доказательства отравления школьников. Переслали их и в нашу редакцию с просьбой разобраться. Анастасия Дороган продолжит. Конфетку, ты говоришь, скушал? Как тебя зовут, сынок? Смотри, сколько пальцев. Видишь, сыночек, ты даже не реагируешь. Пугающие кадры. Это видео-предупреждение на днях появилось в чате мам и пап 128-й школы. К видео прилагались фото источника неизвестной травы – конфеты. Раздают их доброжелатели вот таким нехитрым способом. А это уже кадры у той самой 128-й Барнаульской школы. От этих конфет, от которых плохо детям. Фантики. Вот. Прямо около школы. Месяц назад мой сын вместе с одноклассниками прямо в здании школы нашли пакетик смюса. Многие знают, это никотиносодержащая смесь. А вот сейчас в школьной группе в чате появилось видео о том, что на территории нашей школы валяются фантики из-под непонятных, довольно опасных, судя по интернету, конфет. Подобное отравление детей происходит ежегодно в том или ином регионе, судя по сводкам новостей. Истории 2016-2017 годов, правда, наркотического содержания там не выявляли. Тем не менее, барнаульские родители всерьез испугались и показали видео детям. На нашего видео произвело сильное впечатление. Но так реагируют далеко не все. Юных блогеров в интернете эта тема даже забавляет. Это видео девчонки назвали «Кушаем отравленные конфеты, бегаем в носках по снегу». В реальность отравы молодежь не верит. Кстати, видео с мальчиком есть в интернете. На ютубе их предупреждают уже о снюсе. А некоторые врачи советуют обратить внимание на левую руку ребенка – венозный катетер. Возможно, мальчика лечат от серьезной болезни, и это состояние ее следствия. В любом случае, в Барнауле о грозящей опасности знают, а вот о пострадавших нет. Слышали об этом? Я нет. Я не вам рассказывала. А детей этих не знаете? Кому-то реально плохо было? Я не знаю. Я не ела. Вы детей таких знаете, кто ел, кому плохо было? Нет. А сами конфеты эти видели? Нет. По информации школы, данный ребенок, который там показан, он в школе в это не обучается. Детей в реанимацию с данным диагнозом не поступало. Факты обнаружения или распространения никотинозадержащих веществ в школе нет. Реагировать на фейки комитету приходится несколько раз в год. Но как уберечь от них впечатлительных родителей? Психологи советуют четко понимать, распространять ли видео, или, например, писать документ с просьбой провести проверку. И не нужно давить на ребенка. Личность – это такая тревога у родителя. Родитель о чем-то переживает. Это прикладывать на ребенка. И бедный ребенок почему-то и за свою тревогу должен отвечать, и за тревогу родителей, за тревогу воспитателя и учителя в том числе. Поэтому мы и говорю, что мы, получается, ребенка загнали в угол. Тем не менее, в 128-й школе провели специальные родительские собрания. И если нужно, проведут еще. Кстати, сегодня стало известно, что отравленные конфеты нашли уже в Омске. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. А между тем, многих барнаульцев волнует другая проблема. Их не устраивает работа электротранспорта, вернее, его расписание. Говорят, некоторые маршруты, в частности, седьмой троллейбусный, в отдаленных от центра города районах приходится ждать практически по часу. В чем причина и можно ли решить вопрос, выясняла Полина Жданова. Юлия может добраться до работы только на троллейбусе номер 7. Правда, при этом она опаздывает примерно на час. Домой едет еще дольше. Винит во всем странное расписание троллейбусов. Юлия решила направить свою жалобу в горы электротранс. А пока ходить на автобусную остановку, которая располагается далеко от дома. Зато шансы уехать гораздо больше. Да и автобусы гораздо теплее трамваев и троллейбусов. Холодно только в трамвае бывает. Ну и в троллейбусах, логично, потеплее было бы, ну так, все нормально. Мне кажется, холодно в троллейбусах. Да. В трамвае очень. А по расписанию троллейбусу приходится ждать на сколько? Ну минут на 15 как бы ждешь. А трамваи вообще, бывает не дождешься, а бывает прям туда-сюда ходят. В комитете по транспорту нам ответили, что на неравномерное расписание электротранспорта им никто не жаловался. Однако пообещали проверить и урегулировать расписание троллейбуса номер 7. Кстати, весь электротранспорт города, а это 227 трамваев и 60 троллейбусов, практически полностью изношен и требует обновления. Правда, для города это слишком дорого. Один троллейбус стоит около 15 миллионов, а трамвай их около 25. Получается, на полное обновление нужно больше 20 миллиардов. Барнаутские власти пытаются добиться помощи от федералов. Город пытается попасть в программу, которая организована в ЭПРФ. Будет отобрано 10 городов, включая в конкурсе, участвует город Барнаул. Если мы туда попадем, то будут выделены средства на обновление городского транспорта, трамвайно-троллейбусного парка и трамвайных путей на контактной сети. Помимо закупки новых трамваев и троллейбусов, на федеральные деньги планируют продлить трамвайные пути в поселок Новосиликатный. Но осуществить проект получится только если удастся получить финансирование. Полина Жданова, Илья Халяпин, День с толком. Энергетики подвели итоги года. Сибирская генерирующая компания посчитала, сколько километров новых сетей проложили, как прошел первый год реализации инвестиционной программы и сколько средств потратили на то, чтобы в квартирах барнаульцев было тепло. За год на ремонт тепловых сетей и ТЭЦ в Барнауле-Бийске и Рубцовске потратили почти 5 миллиардов рублей. Эта сумма беспрецедентна. В Барнауле благодаря ей впервые за много лет удалось заменить нормативные 3% изношенных труб. Вы прекрасно помните отопительный сезон прошлый, когда у нас на сетях были ряд таких резонансных повреждений, когда в морозы мы отключали потребителей, это и водопроводное ВРЗ, это и Исакова, это и Калинина, это и Горноалтайская два раза, это и Демитрова. Ну, ряд повреждений было. Прошлой зимой энергетики работали в авральном режиме. Сейчас ситуация изменилась в корне. Несмотря на то, что порывов численно стало больше, они не такие масштабные, их быстро устраняют. Всего за прошедший год заменили 30 километров трубопроводов. Основной объем работ пришелся с мая по сентябрь. В реконструкции теплосетей участвовали 11 подрядных организаций. В муниципалитете, как мы говорим уж точно, слово «прорыв» мы уже не употребляем, слово, наверное, переломит ситуацию. Мы к этому будем стремиться. Переломит ту ситуацию, которая происходит в системе, когда аварийность только растет. В 2020 году для этого отремонтируют 59 участков магистральных, но зреквартальных и циркуляционных сетей в Барнауле. В общем, будут продолжать согревать города. Дарья Демиллер, Александр Антропов. День с толком. Впервые в крае с использованием экскроу-счетов построят целый квартал. Новая система должна полностью оградить дольщиков и от риска потерять деньги. До сих пор застройщики решались строить в новом формате только отдельные дома. Подписи поставили, руки пожали. Уникальный договор. Сбербанк даст кредит компании «Профресурс», которая входит в группу компаний «Селф» по новым правилам долевого строительства, то есть с использованием счетов и скроу. По новой схеме привлечения средств в крае уже строят отдельные объекты, но целый квартал впервые. 125 тысяч квадратных метров и около 5 тысяч квадратных метров это административный торговый помещение. Проект планируется вводить в эксплуатацию и проект нафинансированный также запланирован в три этапа. Квартал появится на месте старой автомобильной барахолки. Предусмотрены расширенные проезды, парковки, озеленение, детский сад, школа, поликлиника. Уже сейчас на месте роют котлованы и вбивают сваи. 16 многоквартирных домов планируют закончить к концу 2023 года. Банк оценил такие сроки строительства, как реальные. Иначе кредит бы не дали. И это только один из критериев проверки застройщика. Банк смотрит на три вещи. Это на застройщика. Он должен иметь опыт, ресурсы и готовность и способность реализовать проект. Смотрит на параметры проекта, на его техническую стоимостьную часть, которая должна подтверждать, что он за эти деньги будет построен и реализован. И, конечно же, на рынок. А в Центробанке проверяют сами кредитные организации. Так что дольщики, как говорят разработчики нового закона, должны быть защищены со всех сторон. Чиновники, присутствующие на встрече, подтвердили, такая безопасность необходима. Ведь объемы строительства в Барнауле уменьшаться в ближайшее время точно не будут. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. А теперь о спорте. В эти выходные в Барнауле пройдет грандиозное событие в мире кунг-фу. В краевой столице откроется международный турнир «Путь дракона». Он посвящен 79-летию со дня рождения мастера боевых искусств Брюса Ли. Тема продолжит Ирина Корчегин. Когда Лю Лянзюи выходит на ковер, все понимают, кто станет чемпионом. За всю жизнь 60-летний мастер ни разу не проиграл на соревнованиях. Это один из самых уважаемых кунг-фуистов в мире. Ученики мастера Лю не только выступают на крупных турнирах, но и работают на одной площадке с такими актерами, как Джет Ли, Джеки Чан. Кстати, уровень барнаульских кунг-фуистов господин Лю оценил высоко. Кунг-фуисты в Барнауле и в целом в России очень сильные. Сильнее, чем спортсмены большинства стран. Но если сравнивать с китайскими кунг-фуистами, то у них, конечно, уровень уже выше, чем у спортсменов из России. Они просто находятся в разных условиях. Мастер Лю – почетный гость на третьем международном турнире кунг-фу «Путь дракона». Он скоро пройдет в Барнауле. В России соревнования такого уровня – большая редкость. Кунг-фуисты выступят в четырех направлениях – полноконтактные бои, борьба в стойке, выступления с оружием, бои на мечах. Все эти техники сейчас отрабатывают в школе кунг-фу Владимира Суркова. Я сам хотела бы полететь в Китай, потому что мне нравится их культура, ну, религия даже немного, но это так, это отдельно. А зачем вообще кунг-фу занимаешься? Чтобы быть сильным, чтобы за себя постоять, потом за маму. В турнире примут участие кунг-фуисты четырех стран – России, Китая, Казахстана и Кыргызстана. Всего более 400 человек. Фу, даже маленькие дети, начиная от четырех лет, они уже выучили какие-то базовые движения, они выходят, показывают, получают свою первую, может быть, в жизни награду. И, соответственно, до, тоже неограниченно, у нас будут выступать люди пожилого возраста за 70 лет. Свой путь и дракона для кого-то начнется в это воскресенье, 22 декабря. Турнир памяти Брюса Ли пройдет в спортивном комплексе на Красноармейском 90А. Вход свободный. Ирина Корчегина, Илья Халяпин. День с толком. Далее о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалара». У меня к этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе, в соцсетях, Инстаграм, Вконтакте и Фейсбуке. Смотрите и подписывайтесь. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok